Дело в том, что система вот таких вот ваучеров, она не наше изобретение, она действует во многих странах мира. Я могу сказать, в Китае, когда человек собирается выехать на какие-то заработки за границу, он должен оставить залог у себя в стране в размере порядка 10 тысяч долларов. Что если с ним что-то случится, его придется оттуда вызволять, то это будут деньги, которые вот с его депозитой снимутся. По большому счету надо было бы, конечно, подписывать соглашение межправительств, например, с Таджикистаном, с Киргизией, с Узбекистаном, что они там должны формировать в этой депозитарии деньги тех гастарбайтеров, которые должны к нам сюда приехать. Но я думаю, что наши дипломаты слабы для того, чтобы убедить эти среднеазиатские республики о создании такой системы, поэтому вынуждены пошли вот таким образом, что у нас будут создаваться. Я не думаю, что это плохая мера, я думаю, что это просто чуть-чуть по идее должно облегчить налогоплательщиков наших. Почему мы должны платить за гастарбайтеров при их высылке? И всем известно, что половина из этих гастарбайтеров работает без всякого разрешения, без всяких на то оснований, без всяких прививок, медицинского обеспечения и тому подобное. То, что гастарбайтеры нам нужны, это безусловно, потому что наша страна, к сожалению, развивается очень плохо, из рук плохо. Но когда мы говорим о ресурсе трудовой силы, нам пока неоткуда черпать, кроме как из среднеазиатских республик. К сожалению, это так.